САМАРА Все дороги ведут к стадиону. Завершается строительство улицы Самара-Арена. Она соединит Волжское шоссе и Демократическую. До конца ноября должны закончить стройку и приступить к благоустройству. Марианна Мирная продолжит. На двух из трех проездов к стадиону Самара-Арена укладывается асфальт. Двухслойное покрытие, под которым песок и щебень. Также построены ливневки, вода из которых будет уходить в локальные очистные сооружения. В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как строят новую дорогу. Есть некоторые сложности, связанные с проектированием. И сейчас исполнителям работ зачастую приходится согласовывать изменения буквально с колес, что называется. Для этого в оперативном режиме работает штаб. Для этого в оперативном режиме решаются вопросы с инженерными компаниями, с теплоэнергетическими компаниями, с энергоресурсопоставщиками. Для того, чтобы, если есть какие-то отклонения от проекта, вопрос решался немедленно. День и ночь здесь работает 80 единиц техники, около 100 человек. Ведь день икс приближается. 1 декабря подрядчики должны сдать объект. Самая большая проблема – это погода, потому что мы сначала работаем по земляному полотну. Мы выводим в отметку землю, строительство ливневой канализации. И даже там часовой дождь на 3-4 дня останавливает всю работу, потому что мы не можем заехать элементарно технику. Для автомобилистов дорогу откроют только после организации схемы дорожного движения и когда установят освещение. По плану это произойдет не раньше весны будущего года. Сегодня вся территория возле стадиона, как и сам стадион, это одна огромная строительная площадка. Но день дорожника этим рабочим отмечать некогда. Трудится в круглосуточном режиме. Совсем скоро здесь будет уложен новый асфальт, после чего будет установлено ограждение и уложен газон. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Самара, как видите, с тахановскими темпами готовится к футбольному чемпионату мира. Все меньше времени остается до его старта. В порядок приводят дворы, дороги, мосты и места отдыха. Чтобы все шло по плану, глава города лично ежедневно контролирует ход работы. В рейд постройка вместе с Олегом Фурсовым отправился и Сергей Кизоркин. Двор на Карла Маркса 430 полвека не знал перемен, рассказала старшая по дому Валентина Болотских. Теперь вместо разрушенных дорог, бурелома и покосившейся детской площадки, во дворе появились скамеечки, песочницы, горка, спортплощадка, парковка и ровный асфальт. Все это стало возможным по программе формирования комфортной городской среды. Все во время дети играют и в футбол, и лазят здесь все. Особенно тренажер, даже вот у меня некоторые бабули, это, ну, преклонный возраст, люди занимаются этим вот в тренажерах. Там вот, утрам вот это, ходишь, смотришь, они это занимаются. Мы очень благодарны. Как проходит реконструкция двора, приехал проверить глава города. Жители попросили установить фонари и видеокамеры. Олег Фурсов с предложением согласился. Мы проводим конкурсы в рамках субботника. Три лучших двора в каждом районе. Победители конкурса мы их оснащаем системой видеоконтроля. Представляете, здорово, повесили камеры, все это записывается, потому что все это полиция будет видеть, будет наказываться. Поэтому с точки зрения безопасности тоже очень понравилось. Следующая точка – заводское шоссе. Участок дороги недалеко от Южного моста ремонтируют уже не по намеченному графику. Олег Фурсов распорядился увеличить темпы строительства магистрали. Иначе последуют меры административного воздействия. Срок возвращения в график – неделя. Водить никого не имеется права, ни житель, ни губернатор, ни меня. А вот Южный мост заработает на полную мощность уже к понедельнику. Полгода его капитально ремонтировали. Подрядчик обещал закатать верхний слой асфальта в срок. Работать будут стахановскими темпами. Не вижу проблем сделать это за эти дни. Сейчас погода есть, асфальт есть. Я сейчас Крымчуку сказал поставить два фогеля. Один туда, другой здесь сделали и убрались. Или один фогель будет здесь двое суток работать. Все. А уложить, если по большому, можно вообще за одну ночь. Если два фогеля будет. За пять лет дороги в Самаре резко изменились в лучшую сторону. К концу 2017 года 60% будет соответствовать нормативам. На следующий год городские власти сделали заявку на ремонт улиц на полтора миллиарда рублей. Будем надеяться, что Минтранс в полном объеме удовлетворит нашу заявку. И в следующем году процент хороших дорог увеличим. Увеличится в городе количество мест для культурного отдыха. Особый статус приобретет улица Старозагора. В прошлом году реконструировали участок от 22-го портсъезда до ново-вокзальной. Какие лавочки, какие урны. Не просто так вот, оранжевые какие-то, да, здесь солидно все, красиво, очень ухожено. То есть, вот кого не спроси, в принципе, этот ремонт всех устраивает. Главное, чтобы он сохранился, вот что. Сохранился. А это, в общем-то, зависит от самих нас. В первую очередь в следующем году приведут в порядок все заводское шоссе, но в вокзальную продолжат строить улицы Мичурина и Дачную. На втором плане дворовые и внутриквартальные дороги. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Готовность 95%. В Самаре завершается ремонт Галактионовской. Улицу обновляют в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое покрытие, тротуары, светофоры и бордюры. Когда Галактионовская полностью преобразится, знает Алина Чемерес. Галактионовскую ремонтируют в темное время суток, чтобы не мешать движению. Улицу приводят в порядок в границах Красноармейской и Полевой. Сейчас работа на завершающей стадии и закончатся они до конца октября. Участок улицы длиной в 2 километра начали ремонтировать в апреле. Ранее здесь привели в порядок инженерные коммуникации, обновили бордюры. Вскоре на Галактионовской появятся новые дорожные знаки, урны и светофоры. Сейчас рабочие кладут тротуарную плитку, в том числе тактильную. Приводят в порядок трамвайные пути, заезды во дворы, проезжую часть. Только за эту ночь на Галактионовской уложили 7 камазов асфальта. Он уверяет подрядчик высшего качества и прослужит долго. Гарантия 5 лет и я думаю, что всю гарантию продвижит без всяких проблем. Если возможно будут какие-нибудь выбоины, потом выкрашивания, швы будут расходиться, мы естественно будем немедленно применять меры по устранению всяких этих дефектов. Комплексный ремонт Галактионовской проводится по заказу городской администрации. Улицу обновляют по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В целом на ремонт Галактионовской направлено около 150 миллионов рублей. Ход работ на каждом этапе контролируют представители подрядчика и кураторы учреждения подведомственного департаменту городского хозяйства и экологии. Контролируем работы в процессе укладки асфальтобетонной смеси. Также после укладки происходит отбор проб кернов, где определяется уплотнение асфальта, толщина асфальта. К подрядчику претензий нет, работы выполняются качественно, замечаний тоже нет. По словам жителей, улица давно требовала ремонта. Автомобилисты уже оценили результат. Стало лучше, особенно для безопасности, когда едешь и не думаешь про какие-то ямы или неровности. Действительно следишь за обстановкой, плотный поток постоянно, по центру особенно. И стало намного, я считаю, безопаснее и спокойнее ездить. Также в Самаре сейчас завершаются работы на улице Полевой. В порядок приводят Волжский проспект, Алексей Толстого, Водников, Комсомольскую, Фрунзе. Всего в этом году в рамках федерального проекта обновят 43 улицы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. 125 самарцев, участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, отправились в Сочи. Студенты, представители общественных организаций, молодые политики соберутся на берегу Черного моря впервые за всю историю форума. На вокзале делегатов провожала и наша съемочная группа. Последний селфи перед отправлением поезда. Самарские студенты едут на грандиозные события мирового масштаба. Каждый из них прошел предварительный отбор и теперь готов к новым знаниям, знакомствам и впечатлениям. Любой человек из любой страны будет, конечно же, очень интересно узнать их культуру, с ними пообщаться, узнать, чем занимаются их ребята. Есть ли у них какие-то такие форумы, как проводятся у нас в Российской Федерации, в нашей Самарской области. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов соберет больше 20 тысяч человек со всего мира. Молодых людей ждет насыщенная образовательная и культурная программа, а также встречи с известными политиками, учеными и артистами. Стремление к миру – это то, что объединяет нас всех. И ребята во взрослой жизни, они, конечно же, вот эти принципы, которые они выработают совместно на Всемирном фестивале, они будут упощать в жизнь. Участники форума в течение недели будут работать на 13 профильных площадках, обсудят самые насущные проблемы, которые беспокоят молодежь во всем мире. У самарской делегации будет свой стенд. Посещая его, гости фестиваля познакомятся с различными сферами жизни региона, в том числе и с туристическими возможностями. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре частный детский сад завышал цены на услуги по уходу за малышами. Руководители заведения прокуратуры подозревают в мошенничестве. Силовики полагают, что они провернули аферу для получения субсидий из бюджета. Чтобы получать казенные деньги, частный детский сад должен был установить плату за одного ребенка в месяц в размере не более 6 тысяч рублей. Однако эта цифра была только на бумаге. Фактически же клиентам учреждения приходилось платить по 8 800. Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивают в 90 тысяч рублей. Черные риэлторы, отбиравшие у людей квартиры и заставлявшие их брать кредиты, предстанут перед судом. Об этом сообщает Генпрокуратура России. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы злоумышленники под предлогом выдачи займов с низкой процентной ставкой входили в доверие граждан. Используя юридическую неграмотность жертв, они убеждали их оформить в МФЦ документы по отчуждению недвижимости. В результате более 20 человек лишились единственного жилья. Кроме того, руководитель ОПГ склонял граждан к оформлению потребительских кредитов, якобы для создания благоприятной кредитной истории. После чего присваивал приобретаемое имущество. Уголовные дела направлены в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения. В Самаре запретят левый поворот с Киевской на Московское шоссе. И все из-за того, что в ближайшее время улица Киевская вновь станет двухсторонней. Кроме того, на перекрестке уберут светофор. Объехать этот участок можно будет по улице Тухачевского, далее по Гагарина, а потом поворачивать по Кольцу. В Самаре дорисовали портреты Гагарина и Козлова на домах. На фасаде дома номер 43 на улице Демократическая нанесли портрет космонавта. А на улице Нововокзальная появилось граффити советского и российского конструктора ракетно-космической техники. Над первым объектом работали художник из Самары и его партнер из Новокуйбышевска. Над портретом Козлова трудились художники из Москвы. Стоимость граффити составляет 200-300 тысяч рублей. Подрядная организация, которая проводила капитальный ремонт фасада, взяла все затраты на себя. Для реализации задуманного понадобились люльки и более 100 баллонов с краской. В планах на следующий год нарисовать на фасадах дамов Самары портреты Петра Алабина и Валерия Грушина. В выходные в большинстве районов Самарской области пройдет дождь. По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса Цельсия выше средних многолетних значений. В субботу 14 октября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит 3,8 градусов, днем 8,13 градусов. Ветер юго-восточный 7,12 метров в секунду. В воскресенье 15 октября ожидаются аналогичные погодные условия. Есть такая профессия – людей спасать. Врачи 15-й поликлиники отмечают полувековой юбилей своего учреждения. В торжественной обстановке доктора не только получили поздравления, но и посвятили в профессию молодых специалистов. Легко ли исполнять клятву Гиппократа, узнал Сергей Кизоркин. Окулист Ксения Баталова продолжает семейные традиции. Мама – доктор. И еще со школы девушка мечтала пойти по ее стезе. Мечта сбылась. Теперь Ксения работает в одной из самых образцовых поликлиник Самары – 15-й. За смену помогает десяткам пациентам. Начинающий доктор рассказывает, в первые дни было сложно самостоятельно работать. Адаптироваться помог дружный коллектив. Руководство очень хорошее. Мне понравилось, что мне как новому специалисту сразу начали помогать. То есть в каких-то вопросах, естественно, молодой врач не ориентируется. И я в любой момент могла подойти к старшим каким-то коллегам, к заведующим отделениям, к руководству, к главному врачу. И помощь всегда была. То есть мне отказывали, помогали. Это очень ценно. В 15-й поликлинике пациенты долго не задерживаются. Здесь внедрена и успешно работает электронная история болезни. Записаться на прием к врачу, на сдачу анализов и пройти диагностику можно по телефону или интернету. Все организационные технологии вместе с тем научным потенциалом, который медицинский университет с удовольствием здесь, так сказать, внедряет, позволяет добиваться таких показателей. В 15-й поликлинике детская смертность почти равна нулю. Это стало возможно благодаря четко выстроенной работе и грамотным специалистам. Больница сотрудничает с кафедрами медуниверситета и применяет все самое лучшее, что есть в современной медицине. Очень многие сотрудники кафедр работают на нашей базе, используют наш опыт с одной стороны, нашу статистику с одной стороны и привносят новые методики и технологии с другой стороны. Это и есть взаимодействие. Как результат этого новые молодые кадры, которые приходят на участки, на педиатрические участки, для того, чтобы продолжить традиции предыдущих поколений. В этом году педиатрическое отделение 15-й поликлиники отмечает полувековой юбилей. Поздравляли врачей, маленькие пациенты, студенты-медики, депутаты, представители городской администрации и регионального Минздрава. Центральным событием праздника стало торжественное посвящение молодых врачей и медсестер в профессию. В этом году на работу в одну из самых лучших самарских поликлиник устроилось на работу 14 специалистов. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Мы с тобой одной крови. Омоновец Росгвардии стал почетным донором. Зачем ему это нужно? Посадка продолжается. Акция «Аллея Победы» дошла и до крутых ключей. Мода и революция. Молодые дизайнеры представили свои коллекции на поволжских сезонах Александра Васильева. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова